Я уверен, что на определенном этапе у вас возник вопрос. Как много слоев должно быть у моего рисунка в фотошопе? Но вообще-то это очень давний вопрос. Ведь дело в том, что задолго до фотошопа краска, которую рисовали художники, была чрезвычайно дорогой. Она была настолько дорогой, что им пришлось изобрести способ экономить краску, чтобы ничего не пропало. Им нужно было научиться избегать ошибок, и поэтому в итоге художники создали технику непривому рисования. То есть цвет накладывается постепенно, слой за слоем. И поэтому я хочу кратко рассказать вам о двух основных типах рисования. Вы можете учесть их во время выбора количества слоев для своего рисунка в фотошопе. Первый мой вопрос. Видите ли вы разницу между этими двумя цветами? Без разницы, как пристально вы бы не смотрели, вы все равно не заметите отличий. И все потому, что на экране монитора они не отличаются друг от друга. Причем у них даже виден цветовой код, который используется в компьютерной графике для того, чтобы точно определить цвет. Но вы не знаете, как и где я нашел два этих цвета. На левой стороне пример непрямого рисования. В этом примере я наложил несколько слоев поверх серых мазков, и в итоге получил этот цвет 5i679b. А на правой стороне результат того же, что я открыл панель выбора цвета, вручную выбрал этот же цвет и затем нанес его одним мазком. Вообще, это два основных вида работы с цветом. Непрямой на левой стороне и прямой на правой. Если вы используете прямое рисование, то, скорее всего, список слоев на вашем рисунке будет небольшим. У вас на весь рисунок будет 2-3 слоя. Но, с другой стороны, если вы используете непрямое рисование, слоев у вас будет больше. И это может замедлить работу вашего компьютера. Вообще, у каждого метода свои преимущества и свои недостатки. И в целом рисовать прямым методом сложнее, так как у вас нет возможности искать нужный тон и цвет, накладывая слой за слоем. Вам нужно выбрать один цвет и работать им. Но, если вам удалось найти нужные тона и цвета, то процесс работы будет более быстрым. Так как, в отличие от древних художников, вам не нужно беспокоиться, что одна краска стоит дороже, чем другая. Вы можете использовать любой цвет. А вот непрямое рисование – это очень безопасный метод работы. Если начать с контура рисунка и затем работать поверх него, то вы можете быть уверены, что каждый ваш шаг идет на пользу изображению. Вообще, я рекомендую непрямое рисование начинающим художникам. Это отличный способ медленно создать рисунок. И даже если у вас будет увеличиваться число слоев, по мере работы вы сможете их объединять друг с другом. Но если вы уверены в себе, а ваш навык наблюдательного рисования высок, то попробуйте прямое рисование. То есть, вам нужно выбрать цвета в панели выбора цвета и использовать их непосредственно на холсте. Я надеюсь, эти советы помогут вам понять, как много слоев вам нужно для вашего рисунка. И надеюсь, историческая справка вам тоже пригодилась. Спасибо за внимание.